всем привет сегодня у нас на нашем видео обзоре будет вот такой вот маятный маятниковый рычаг механизм вас классических моделей вот на нем маркировка вас 2101 носочки на нем на его тоже маркировка вас 2101 каталожный номер идет суть в чем приехал человек клиент поменять маятник так как почему-то ему показалось что этот маятник стучит я ничего ему не делал снял только вымыл его именно для видео чтобы люфт вот пробую немного есть как видим вместо шплинта гвоздь забит сейчас мы вытащим разберем посмотрим хотя мне кажется не в маятнике было дело дело было наконечники рулевой тяги но так как он купил новый маятник на подшипниках поэтому попросил поменять хотя я думаю что можно было бы на этом маятнике еще прилично поездить но хозяин барин захотел вынули мы гвоздь пробуем гайка гайка у нас откручивается от руки то есть если у нас гайка послаблена думаю зажималась она регулировалась нормально это говорит о том что у нас тут втулки чуть по износились просели поэтому у нас чуть или люфт появился такая вот идет железная шайба 1 2 сушку мы не откручиваем а просто у нас вытаскивается сам корпус сушка свалом остается ну вот элементарно здесь ничего сложного нету идут капроновые на данный момент у нас стоят втулки вот они забиваются на прессовываются легко визуально не скажу я что они сильно изношены то есть в данном случае конечно если вы уже разобрали так даже если и сняли маятник хотя его можно на месте все это на автомобиле произвести сбиваем сбиваем тяги наконечники рулевые и также вот вытаскиваем вал корпус у нас остается прикрученный к лонжерону автомобиля меняем втулки все у нас тут зависит ремкомплекты продаются втулок до сих пор еще все зависит от качества изготовления вот этих втулочек двух втулочек которых и вращается вал сейчас идут полиуретановые втулки можно их купить попробовать поставить думаю будут они дольше ходить ну и конечно как мы видим тут отсутствует смазка какая-либо может она когда-то и была превратилась она уже непонятно что поэтому мажем все хорошо солидолом шрузом можно смазкой одевать собираем той же самой последовательности и регулируем затяжкой вот этой гайки подтянули пробуем чтоб маятник не клинил желательно свободно крутился чем легче тем лучше потому что это усилие вам будет передаваться на руль маятник на подшипниках вообще вращается свободно крутишь его без всяких усилий чем легче вот это движение тем будет меньше нагрузка вам на руль руль будет легче поджали чувствую свободно вращается проверяем люфт вот этот нету не в ту не в ту сторону люфта берем один из шплинтов подбираем попадаем отверстие гайки и шплинтуем все это дело до конца шплинтовать я не буду потому что не набил я туда смазки то и вообще думаю можно было бы втулки ему поменять ну вот нашей ситуации маятник можно еще ставить и ездить некоторые люди вообще не уважают маятники на подшипниках потому что покупали видно с говняным качеством ходили они у них недолго они разочаровывались и ставили на место обычные вот такие меняли втулки на более лучшие ставили и ездят продолжают дальше говорят что подшипниковые маятники плохие но это кому как попадется я оставил на свой автомобиль уже восемь лет ходит еще на пару автомобилей знаю что люди уже хороший пробег делают и ходят у них нормально маятники на подшипниках опять же если вы все-таки решили купить маятник на подшипниках покупайте ставьте этот не выбрасываете просто отложите в сторону судя по качеству наших теперешних запчастей запчастей он вам еще сможет пригодиться конструкция очень проста как видим ничего сложного нету главное чтоб качество втулок соответствовало чем лучше качество тем будет дольше ходить маятник маятниковый механизм ну вот в общем то все что он хотел рассказать поэтому маятнику будет маятник попадется на подшипниках под разборку я вам сделаю по нему разберу его сделаю видео обзор подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем до встречи здесь показать все и и и и и и и и и